Для инициации, что еще будет неплохо? Тимбер саун. Тимбер баня в бане уже. Я уже сказала, все, Тимбера больше не будет. Сларк у нас для Энда. Ну, в предыдущей игре он очень хорошо отыграл на Свене. Закончил с богоподобием. Ну, Энд один из самых, наверное, хороших, таких стабильных керри китайской дотусцены. Очень неплохо он отыгрывает всегда. Зив. Второй никого. З, Y, F. Так, значит, Мирану забанили. Ну, мне, в принципе, нравится, например, тот же Шторм в МИД. И для одной и другой команды. Возможно, вот даже надо кто-то в МИД с тема БХ будет убивать вражеского МИДера, если БХ будет, конечно, ромить. Может, он останется, как в предыдущей игре. Клопа, ПАК. Ну, они не очень популярны сейчас в МИД, совсем уж даже не популярны, можно сказать. МИДеров надо банить, что Витчи, что Нюби. Сейчас тоже вот Тинкер как раз на Мирану. И посмотрим, какую одна и вторая команда у нас выберет по МИДеру. А может, это вообще Джиггернаут в МИД будет? Джиггернаута в МИД может пойти, но... Посмотрим сейчас, как они решат. Ну-ка. Витчи Гейминг. На ком у вас будет играть товарищ Гост? На Тимбере он показал свой класс. Ага. Ага. Это Абадон Соло Мидл, я так понимаю. Или... Сейчас, подожди, или... Сейчас, сейчас, сейчас. Либо это Сан Кинг? Надо слепить, 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 слепить. Это Джакира... Джакира Абадон, наверное, в офлайн. Джакира Абадон, в офлайн. Сан Кинг, Соло Мидл. И весь Доктор Сларк на легкой линии. Мне вот так вот видится эта игра. Ну, этот лайнап, то есть. По идее... Ну, могут как-то по-другому сделать. Они здесь, на самом деле, вариантов очень много. Например, здесь можно и Абадон Сан Кинг на сложную. Абадон Сан Кинг такой, нужно все-таки играть джио у кого-то персонажа. Ну, да, могут Абадон Сан Кинг, Джакира Абадон Сан Кинг поставить. Абадон Сан Кинг, это точно они пойдут в мид. Интересный пик. Так, ньюби сейчас задумались. И правильно делают. Интересно, потому что... Такого я давно, на самом деле, не видела. Прям в ступор. 40 секунд. 40 секунд на пятый пик. Это первая или вторая позиция герой должен быть. Сейчас нам ньюби его покажут. Ну-ка, 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 ну-ка. Что ж вы придумали-то? Лайфстилер. Нет? Да вряд ли, на самом деле. Не, почему, связка была со Слордером, была у Лайфстилера. Я вообще не так давно следила за игрой. Ого. Опа, опа, опа. Вот это реально неожиданный пик. Но вот такого я уже не могла представить. Сегодня прям какая-то, знаешь, такая дота у нас. Что? Так, это Абадон в мид. Ага, это... Абадон в мид, да, скорее всего. Ну, как мы первый раз вообще подумали. И против Амберспирит он будет стоять, потому что если и мидер, команда Ю-9 все-таки керри, ну, по идее, конечно, могут в первой и второй позиции, она свапаться может. Но, скорее всего, Джаггернаут, наверное, пойдет с Турбиком Баунтиантером в легкую линию, а Амберспирит будет в миде стоять, Слордар в лейне. И Гост. Ну, интересно, интересно. Такой будет расфармленный абадон большого левела со скиллами, быстрыми. Вообще это риск. Достаточно большой. Ну, например, они взяли как раз героя, которого очень сложно в миде загнобить с Баунтихантером, да? Это как первый момент, который хочется отметить. Но, опять же, будет ли этот абадон потом по игре полезен? Хотя, знаешь, может, они взяли госту этого персонажа, потому что... Да-да-да-да, говорит, там ультимейт, короче, и ты еще можешь жить, если тебя убивают. То есть, серьезно? Успеем подтянуться. То есть, вы помните, да, сколько он раз на тимбере в прошлой игре умер. И сейчас ему будет так, мы знаем хорошего персонажа, которого надо долго убивать, и это будет абадон. Если это так, то капитан команды драфтер команды ВИЧ-гейминг, он с реально хорошим чувством юмора. Энн напалит весь смок. Это, правда, было сейчас очень забавно. Я бы просто лайк ему поставила. Жалко вот нельзя спросить, все-таки на китайском, к сожалению, мы не разговариваем. Энн напалит со всех сторон, все-таки нашли его. Он спалил этот смок, но его все-таки находят почему-то, и, скорее всего, будут убивать. Да, должны убить. Даже если прыгнет. Не, 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 его просто окружает, он не сможет просто свой паунс нажать. Ну, не знаю, как-то он достоялся. Надо ему было отходить все-таки отсюда, он все-таки убил этот смок. Наверное, пропустил парочку человек. Это прикольный сет, наверное, Джиггернаут. Это Assassin's Creed, да? Ох, этот сет... Я вообще не очень люблю вещи, но этот сет очень хороший, серьезно. Какой-то Assassin's Creed, получается. Это последний сундук, супер редкая вещь. Нет, я это понимаю, да, это самая редкая вещь. Ну, просто Assassin's Creed похож, такой убийца. Стелс. Ах, прям... Ну, мне никогда не везет на такое, поэтому я могу просто наблюдать за красотой. Я даже думала как-то пробу скачать, потом думаю, ну ладно уж. Не знаю, мне бы подал максимум из-за всей вот этой рулетки, когда там редкая, очень редкая, да, и так далее. Предпоследний. Вот это максимум было. И то это было, по-моему, один раз там из 30, что ли. Ах, смайлуха, не везет нам. Не везет в шмотках, да повезет в чем-то другом. Да, вряд ли. Ладно, давайте обсудим лайинги. И на данный момент это, опять же, та самая линия Sun King плюс Джакира. Однако сейчас они вот реально не очень хорошую позицию. И, скорее всего, Джакира может здесь отъехать. Есть у него телепорт, однако у Рубика имеется телекинез. Да, с тобой нашел уже, заблочил чуть-чуть Юнайна, но я думаю, это не помешает забрать все-таки у нас Джаки Росса. И, в принципе, так и происходит. И второй фраг достается команде Ньюби. Примерно вот как предыдущая игра была. У Чи Гейминг они забрали ФБ, даже быстро сделали фраг. Так, теперь дела у Ньюби неплохо. Так, что у нас у Абадона? У Абадона против Эмбера. 4-0, но вот у него проблемки по регену чуть-чуть. Есть у него, конечно, Стангулька, еще одна через 20 минут она откроется. И должен к нему Ботл уже ехать после вот этого крипа. Да, вот он Ботл к нему уже ползет. Ну, в принципе, все неплохо. Так, что у нас на верхней линии? Слардар. Слардар имеет 6-2 против 6-0. Слардар тоже неплохо стоит, на самом деле. Это пока вичдок на походу будет крипов, поэтому смог он подобивать крипиков. Ну да, неплохо. Мой левел хороший уже третий взял на самом-то деле. Так, что со Слардаром потом в теории можно будет приходить и убивать. Например, тому же баунти-хантеру, того же вичдоктора, например. Потому что вичдоктора особо проблем никаких не должен для этой связки давать. Так, в миде пока вроде стоят. Ботл уже имеется. Ну, самое интересное у нас, конечно, должно быть, по идее, на боте. БХ забирает баунти. На топе руну забирает Слардар, хейст. Кстати, вот Абадон пошел за руной. Я только сейчас понял, что руны там нету. И может будет выход от Слардара. Но он посмотрел, в миде никого нет. И решил вернуться на свою линию. БХ здесь отдался Рошану. Все, ребята, хорошо, не переживайте. Так. Ну, Санкин, кстати, еще и фармит. У него 7 крипов все-таки имеется. Столько же, сколько у Слардара. Левел 2. Джаггернаут без поддержки БХ боится подходить к крипам. Потому что все-таки размять его могут достаточно плохо. Хотя хила у него хватает. У него и стики, и тангусика. Если что, фласка есть. Если что, подцепят. Манга тоже имеется. Так что Блэкфюри у него будет. Так. Ну, и опять начинается вот... БХ стянулся у нас на топ. Хотят они делать выход на... Давай, дотянись. Слардар умирать будет. Будет умирать. Уже никуда его отсюда не отпустят. По-любому. Сейчас у него дватика, да, и он умирает. Ну, такое себе, на самом деле. Я не знаю, зачем они пошли. Ну, они должны были убивать Вишдоктора. А так получилось, что Слардар также с Вишдоктором сами синициировали. И сделали это гораздо раньше. А сейчас еще цепляют Баунти Хантера. У Баунти Хантера проблемы. Пошли к кассочке. Однако нет Вижена. И БХ уходит. А, кстати, никуда он не уходит. Он же под Меледиктом-то, а? И Вишдоктору достается фраг. Приходится. Ответка, ответа на Слардар. Слардарс. Ну, Слардарс. Ну, куда ты идешь-таки пип? Опять весь все, лето потеряешь. Те же Регена нет никакого. Слардарс нужно идти до базы. Срочно до базы. И сюда телепортироваться уже с полным здоровьем, с полной маной. И стоять дальше. Ну, дайте Слардару чуть пофармить. Но я думаю, это ничего страшного. Я бы на месте Вишдоктора просто его чуть поразменял бы с руки, чтобы он просто так здесь не стоял. Кстати, он четвертый. Реально без Регена. Кстати, потихоньку Эмбер начинает доминировать на линии. Обратите внимание. Потому что, вот, допустим, и по крипам у него чуть получше. На шесть крипов, но все же, да. Он у него постоянно с Регеном какие-то проблемы. А Эмбер его гоняет. Сейчас, правда, шестой левел будет. И будет все чуть получше. Уже не будет бояться. А вот с Абадом ДДшкой, конечно, дела совершенно у нас по-другому раскладываются. Так, что на боте? На боте вроде бы стоят. Кстати, пришел опять на бот БХ. Понял, что со Слардаром что-то пошло не так. И Слардар умер. Я отсюда уходил, на самом деле. Нужно было гонять. Потому что сейчас вот умирает. Там и Рубик этот умирает. Ну да, разменивать его на... На Джеки Роса. На Джеки Роса все равно. Все равно неприятно, потому что они могли бы даже чуть получше стоять. Ее еще Фейт может стоять, на самом деле. У него еще мана у него заканчивается. У него еще мана нету. А он уже? Он сейчас замедлится еще. У него стики есть. Нет, у него стики есть. У Санкинга. У Санкинга были стики, но не хватило бы в любом случае здесь мана. Чекерон отрутил через 10 секунд. На подкоп, поднимает его Рубик. И потихоньку надо пока с руки просто. Янг использует стики. Однако здесь уже Джекира. И дальше гнаться не было никакого смысла. Все хорошо. Кипи. Четвертый, пятый левел почти уже. С транквилами, с робофеномом. Все у него есть. Расперед, стяжка вниз или стяжка на руну? Мне кажется, просто вниз идет. И будет попытка зайти в спину команде Вичгейминг. И он это будет делать. Да, он сейчас встретится с пачкой крипов. Но не суть важна. Суть важна, что он уже в спине оказывается. И там уже атака идет на Джекира. Джекира здесь должен погибать. Блэйд Фьюри пока Джекернаут жалеет. На самом деле не стоило. Не-не-не, он стоит манцевать, все равно никуда не денется. Даже не тратил Блэйд Фьюри здесь Джекернаут. Перетягивается сюда Абадон. Надо будут пытаться на кого-то нападать. Например, на Рубика, который как раз не очень хорошая позиция. Отхиливается с флазки Рубик. Него надо цеплять. Это опять этот дикий гост, который просто в толпу людей врывается. Ему вообще без разницы. Он сейчас уже умрет. Он шестой Леон, он умрет. Ему реально плевать на все происходящее. Он реально воюет. Я не знаю. Это вообще, знаешь, как будто отдали аккаунт какого-то. Иди вперед. И мы сказали просто, иди вперед. Всегда вперед, несмотря ни на что. И даже ультимейта Бадона тут его не заспас. Не знаю, зачем они так пошли. Тем более Джекира еще не было. То есть Джекира только что забрали. Если бы они втроем атаковали с подкопа Санкинга, по какому-нибудь, тут все было бы понятно. А так получился размен Рубика на Бадона. И, разумеется, ситуация, ну, это, конечно же, в плюс команде Ньюби. Так, что вообще по нетворстам, по общей стоимости? На первом месте находится Сларк. Несмотря на то, что один раз он умер. Но это, если вы помните, в самом начале было. Потом 47 крипов. Сларк ему особо так не мешал. Более-менее отстоял он свою линию здесь. Слардар тоже один раз только умирал. То есть на развороте сейчас Слардар. Не-не-не. Ее может догнать на самом деле. Они сейчас будут скидывать на Сент. Минсер Мор. И, если что, ушел бы ультимейт. Свой, понятное дело. Подригенится сейчас и подфармит крипчиков. Возможно, вот здесь много крипов. Вот я смотрю, три последних килла, которые еще произошли. Это Джиггернаут убил ФВА, Джиггернаут убил ФВА, Джиггернаут убил Гаста. Просто все киллы у Джиггернаута. 4-0 имеет парень. И странно, что еще по... Ну, ему крипов не так много добавили. Видишь, то есть Слардар его даже обгоняет по Нетфорсу. Не намного, но... Да, крипов немало было. Потому что трудно было на этой линии стоять все-таки и хормить. А вот на киллах он как раз-таки не особо далеко ушел от того самого Слардар, который добивает всех крипов. У Слардар 56, по-моему, да? 56 против... Ну, на 25 крипов. На 26 уже. Он впереди Джиггернаут. Джиггернаут здесь стаки подфармит. Должен по фарму чуть-чуть тоже подняться. И пока, может, будет какой-то смог, какие-то передвижения от ребят из Вичи Гейминг. Абадон вернулся на мид. Погулял, погулял. Не пошло. Решил, пойду обратно в мид стоять. Я буду очень долго смеяться, если он, знаешь, пойдет и будет умирать там же, вот внизу сейчас. Не исключено, что он вообще где-то сдохнет. Без разницы где. Кстати, он серьезно перетягивается на бот. Так что сделаем? Сейчас под Тавр пойдет. Сейчас под Тавр, под трон. Зажал его иконку, смотрю, как он двигается. На своем коне едет. Да нет, сейчас здесь много персонажей. Себе подставляет и коня еще. Какие? Ну, должны забирать этот Тавр, потому что очень сильно сейчас, на самом деле, в ВГ. Хоть тут и идет телепорт вот отсюда от Эмберспирита. Гост. Опять впереди всех. Танчит уже кого-то. Да нет, нет, на него вообще внимания не прийдет. Гост, давай! Гост! Кстати, ой, каски реально крутые. Должны здесь добирать баллонки кантера. Должны, должны, должны добивать, добивают фейта. Сейчас. Опа. 15-тиков, 17-тиков, юзай, потом 17-тиков, хорошо. Сларк подошел. Подошел, Сларк цепанули, Слардара. У Слардара могут быть проблемы, да. Добирают его здесь. Ну, в любом случае, у нас размен произошел 5 в 2. Забрали Санкинга и Вичи Доктора, кстати, Абадон не умер и перемещается на вторую позицию по Нетворцу. Все ребята перетянулись из команды Вичи Гейминг сюда и также из Ньюби, но замес прошел под диктовку команды Вичи Гейминг. Теперь ребята хотят забрать Тавр на боте. В принципе, с Джакира это сделать достаточно просто, тем более здесь очень жирный Абадон и так далее. Галифорниат. Галифорниат надо пытаться добивать. Сюда телепортируются уже 4 персонажа и сейчас, ну да, сейчас 5 персонажей здесь окажутся, нужно уходить. Госту, иди, подставься за всю боль. Подков делать Санкингу, не успевай делать подковчик. Так, Санкингу у нас... Успевай делать подковчик, успевай делать подковчик. Подкилил его, здесь Абадон, Дез Вард поставил Вич Доктор, однако сразу его сбивает Баунти Хантер, станчик от Слордара. Вич Доктор должен отправляться в таверну, но и все равно он живет. Нет, все-таки Рубик отправляет его в таверну, ставится Дез Вард уже от Рубика. Накиньте щит на кого-нибудь, ну ты что ж такой-то? Он вообще никого не подхилил, никого щит не накинул, просто поставил все с половиной своей командой, но на самом деле могли бы там пару героев выживать. Они надеялись на его подхилы, мне кажется, но не хотел, не хотел он. Ну и в итоге у нас в этот раз замес прошел 1 в 3, Вич и Гейминг свое преимущество подарили, потому что предыдущий замес, как вы помните, они очень неплохо подрались, но сейчас за счет треков это все еще происходит, поэтому они восстанавливаются. Но Тауэр не заденайли, Тауэр забрали у нас Таэр. Да, Вич и Гейминг забрали, да. Прилетают обратно сюда Самкин, Вич, Доктор и Джакира, Тауэр отдавать они не собираются, в это время Сларк находится на топе, продолжает подфармить, все-таки ему очень нужен этот Лотар, до этого момента Сларку особо высовываться не стоит, что он и делает. У него и так все достаточно неплохо, он находится на первой позиции по Нетворсу, а с Лотаром начнет вырубать всяких таких вот рубиков, если у него будет какой-то вижен Баунти Хантеров, да, и с Лотар, в принципе, проблем для него особых не должен доставить, потому что у него там нет никаких айтемов на выживаемость на 1000 хп, да, для него это будет с Лотаром еще один фраг. Так, и что у Абадона, Абадон, такие стандартные, знаешь, айтемы, фейзы, драмы, напомнил мне чем-то, Иксмайка, но Иксмайк вообще-то немножко по-другому себя ведет, он в харду на этом персонажа ходит, а здесь все-таки мидл. Так, все, Сларка имеется, у нас Слатар, Лотар сейчас принесет себе, и вот могут быть, кстати, даже проблемы у Слардара, если ему еще особенно кто-то поможет, или до этого он его немножко разомнет. Вот, в миде у нас стоит противостояние между двумя командами, перетянулся сюда, вот здесь 4 героя команды Вич Гейминг, 4 героя команды Ньюби, раскидываются треки от Баунти Хантера, поднимают Абадона, Абадона убить не так-то просто. Треки надо снимать, моментально, щитом, не надо, чтобы по трекам бегать тут, чтобы на всех треки эти валялись, потому что Шурикены потом больно летают, нет-нет, ну да, счет, понятное дело. Что он сделал? Трек висит на Вич Докторе, он придется, берет щит, кидает на Джекира, не, он, понятное дело, чтобы, может быть, пойти в Тауэр потанчить под этим щитом, но все равно лучше трек снять, мне кажется. Вот сейчас на Джекира накидывай, сними трек, Джекир. А так, в это время Сларк цепляет Баунти Хантера, Баунти Хантера просвет, Дэс Вард стоит, очень-очень неплохой Баунти Хантер отправляется в Таверну, у Сларка уже, Килинг Спрей, замес разделился, проблема у Джекира, понаплифай дэмджем, очень много урона, под сейв от Абадона, однако Джекира все равно отправляется в Таверну. И теперь проблема у Джекирнаута, стоит Килинг Вард, однако столько отхилить он не может, размен пока 3 в 2 в пользу команды Ньюби, ну и что у нас в итоге? В итоге Сларк набирает, Джекирнаут погибает, 13-11 счет, как вы видите, за замес зарабатывают Ньюби, достаточно неплохо, и опыта, и золота, однако сейчас на развороте у Абадона, проблемы у Тимейта уже в кулдауне, пытается догнать его Эмбер под треком, минус Абадон, Килинг Спрейт для Эмбер, Спирита, Сан Кинг, еще под треком, да, должен погибать, ну пойдет ли за ним Эмбер Спирит? Эмбер Спирит, пойдет, 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 там стрыгать, стам, 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 даблкил для Эмбер Спирита, доминейтинг, и вот пока Надежда команды Ньюби, в принципе, тащит. Тут, с одной стороны, имеется Сларк, у которого все хорошо, с другой стороны, имеется Эмбер Спирит, у которого хорошо, они примерно на одинаковых позициях по надворцу, первая, вторая, Сларк чуть-чуть впереди, но не будем забывать, что сейчас ребята из команды Вич Гейминг погибают под треками, и здесь не только Эмбер Спирит за эти треки денежку получает, но еще и саппорты, и сам Баунти Хантер. Ну, давай, кстати, посмотрим, что по графикам, по графикам у нас у Ньюби преимущество по опыту всего 2000, это не так много, а по золоту, по золоту также 2000, то есть пока игра достаточно ровная. Эмбер Спирит спиритит у нас по боту, в мид перетягивается Вич Гейминг, очень хотят забрать Тавар, потому что у Тавара всего 200 хп, использует глиф команда Ньюби, не хотят отдавать Тавар, готовы его дефить, так что за это Тавар будут драться. Сларк под Лотаром, сразу повесили Трекс, разумеется, Сларк его с помощью Дарк Пакта сбрасывает, Тавар за Денайл, Джаггернаут такой, ну и ребята из Вич Гейминг сейчас просто всей этой псовкой отправятся на топ, потому что там Тавар еще стоит. По табадону так и нужно играть, нужно срочно идти просто забирать, пока есть вот эта возможность, пока ранние лвла, пытаться забирать Тавар Афси, потому что у тебя реально большое преимущество по именно вот эту, ну у тебя, считай, халявная мека есть, у тебя и с Мист Койла можно подлечить, и щит очень много дэмэджа впитывает. В общем, Слайка грамотно делает у нас Вич Гейминг, очень хороший мув, сейчас они понимают, что их сейчас будут спидпушить, что с ними не захотят драться, они просто 4 человека юзают смок и пытаются выйти в спину, на мидл нужно выходить и пытаться забирать игроков. Ну, в миде Тавар, кстати, забрали, ну вот, посмотри, здесь 2 Тавара также забрали, Вич и Гейминг всего. И Ньюби вообще с ними не собирается драться, они говорят, хотите Тавара забирать, забирайте. Мы тоже, да, они тоже забирают Тавара и забирают без всяких проблем, здесь еще смоки были потрачены, то есть те, кто в смоках ходил Тавар, не били, не так быстро получалось этот Тавар забрать, и уже Т2 начинают избивать ребята из команды Ньюби. Глиф от Вич и Гейминг, ну, будут ли они дефить этот Тавар? Нет, все-таки ребята решили забрать Тавар, не будут делать телепорт, просто размен Таварами идет, однако для кого этот размен Таварами будет более выгодным? На рампу? На рампу? Ну, на рампу. Тут телепорты сейчас будут, на рампе сложно будет, ребят. Ну, у них даже Аегиса никакого нет, то есть, если они ошибаются... Ну, они хотят по максимуму Тавару, наверное, по Коцать, у них Лордар хорошо врывается, отлично просто, отлично, только на за Трубика. Так, и начинаются у нас, как всегда, лаги, Блэд Фьюри и Джаггернат, по треками, где же Омни Слэш, Джакира забрали. Как же больно под минус армором влетает. По-моему, Вич и Гейминг здесь немножко рано пошли на ХГ. Ну, зря они пошли, на самом деле, просто зря. Их очень грамотно цепанули, цепанули вот этого... Так еще и под треками, все это под треками. Четыре героя под треками, трипл килл делает у нас Эмбер, спеет, набирает он просто очень много. У него после... Все посмотрим. У него... Да, давай посмотрим и убедимся. 3000 золота, 2600 эксп. Это очень много, сейчас вот преимущество было практически столько вообще всего, а теперь они еще его увеличили ровно в два раза того, что было. Теперь Тавр на топе заберут, они под треками подрались, никого не потеряли, что огромный плюс, и Тавр заберут. То есть они в миде вот размен ТВ-раме, и теперь уже начинают плюс по ТВ-раму выходить. ВГ приобретает себе Абадон, Тавр забрал на топе... Кто там забрал? А, нет, Сил и Света, все нормально. И в это время Сларк пытается сплетить. Вот у Сларка, единственного, на самом деле, героя Вичи Гейминг, все очень даже неплохо. У него сейчас имеется Лотар, у него имеется Сабелька, у него 3-1-6 статистика, но сможет ли Энд, скажем так, перекерировать двух кэрри, потому что здесь Эмбер и Джаггернаут. И у двух этих персонажей все неплохо, а здесь неплохо, все только у одного Сларка. И теперь Юби сами хотят драться. Смотри, они... Ну, у вас Сларк телепортирует, сейчас будет замес. Сейчас будет очень, очень жесткий замес. Это будет очень важный замес, потому что если Вичи Гейминг его сейчас проиграют, то их пуш, можно сказать, остановлен. Кэрри-герои команды Ньюми набираются каждой секунды больше. И попытаться подраться. Так, цепанули Нью, цеплялся Сларк Рубика, Рубика ушел с подкопа, не получалось его забрать. Разменя... Ну, отлично, просто шикарные лаги. Пока все живы, стоит Айспад. Умирает у нас Вич-Доктор, погибает Джаггера. В размен только на одного Рубика. Теперь на развороте. Станчик от Слардара. У Абадона проблемы, у тиммейта у него уже нет. Часть и стык будут, очень больно залетят. Абадон также... Минус Н, ты еще должен быть пушен без маны. За него тоже очень много денег. Должны дать СС просто зарабатывать какую-то тонну бабла. Забирает еще мега-килл у нас СНД, это все под треками. И парень сейчас дезолятор все соберет чуть ли не райт-кликом. Буквально чуть-чуть остается. Аня, вот Даггер купил себе. Ишел Даггер себе все-таки купить. Чтобы быть чуть-чуть более мобильным. Четыре в два произошел замес. Потеряли, конечно, Джаггернато. Неприятно. Но Эмбер набирает и набирает. И, как вы понимаете, у него остановить этого Эмбера Спейта с каждой минутой будет сложнее и сложнее. Тем более, команда Вичи Гейминг, у них пик, как мы уже говорили, настроен на начало, на мид-гейм. Так, Эмбер начинает агрессировать. Проблема у Джакира начинает соло убивать саппортов команды. Вичи Гейминг уже год-лайк на 20-й минуте. Прилетает сюда Абадон 10-го левела. Говорит, я пойду дальше. Я не знаю, что... Ну, если сфор нету даггера на 20-й минуте, это очень печально. Ну, очень много Янг умирал. Умирал много, да, но все равно. Даже при 0-5, когда у тебя есть 9 ассистов, когда ты забрал столько товаров, то... Ну, сейчас будет у него 2-200. Да, но 21-й минута. Это долго. Можно быстрее все сделать. Да, даггер появляется, ребята из Ньюби отправляются на Рошана. Если уже сейчас Вичи Гейминг этого Рошана просто отдадут, то вполне вероятно, что в течение следующих 10 минут игра закончится. Можно отдать просто Гаста. А, ну... Можно отдать Рошана и Гаста? Нет, Гаст чекнул. А, нет, вот смачок. Смачок у нас от ВГ. Ну, под Амплифай дэмэджем, соответственно, Рошан упал достаточно быстро. Эмбер, Спирит, Саегисом. Ой, у него я сбил. Сбил просто ультимейт Санкинг у нас сейчас с Си. Это очень круто. Крутой мув сейчас был. Он даже на самом деле не ожидал, что так получится. Но в любом случае Вичи Доктор отправляется в таверну. В таверну также отправляется вместе с ним Санкинг. Поддержал своего тиммейта. Гост уже без ультимейта. Под треком. Минус Гост. Размен пока 3 в 1 на одного лишь Рубика. Сларк под ультимейтом. Однако его застанили. Ну и, конечно, здесь под треком. Не отпустят, нет, отпускают. А, все-таки скинул, да. Скинул с помощью Дакпакта, конечно. Ну, все равно это 1 в 3 под треками. И Аегис для Эмбер, Спирита. Аегис не выбили. Теперь надо забирать последние два внешних тавера команды Вичи, Гейми. Это не конец. Это не конец. Они хотят выйти на этого Сларка. Они хотят добить его. А у него нет сейчас ультимейта. У него нет ультимейта. У него нет ультимейта. И они реально хотят добить его. И у них получается добить. А теперь еще... Ой, это... Это под Эггисом. Вот Фисты. 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 Сейчас Слардар вернется в драку. Эмбера ресница. Слардар подстанет у нас Джакира. Какая шестка. Джакира. Вольно. Однако на развороте. Неплохой подкип. А вот это ты пошел и Бион Гудлайк не отдал. Не отдал. Отлично. Эверсфирид здесь уходит у нас. Ну, неплохо сыгран. Он красавчик на самом деле. Не подвидел. Стоял у него реминант, конечно же. Так. Слардар дальше прыгает. Давай с другим керри. Давай попробуем. Давай с другим керри. Опять за Сенткингом. Где-то я это уже видела. Но, кстати, ребята, вроде бы из Ничи Гейминга здесь спасаются бегством. И что теперь? Подходит Баунти Хантер. Баунти Хантер уже с Меккой, с Урной. Приобрел себе Клоаку. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...